Сергей Ефраимович, издатель. Вопрос, как вы к дружнику? Как вы к дружнику? Ну, я не могу сейчас. Я как раз хотел поговорить о декабристко-ушкинском мифе, но Виктор Михайлович меня опередил и все уже рассказал, мне уже сказать нечего. Я только хочу сказать, что это уже вторая книжка, которую мы издали Виктора Михайловича, и сейчас он получил грант Фуфрии и готовит третья книжка. То есть это наш такой уже культовый автор, потому что мы выпускаем много книг. Я, честно говоря, все не помню и бывает на этом удивляюсь, что это наша книжка оказывается. Эту книжку Виктора Михайловича мы не то что помним, мы ими гордимся, потому что он автор выдающийся. Почему? Потому что на поле пушкинистики это огромная область, и сейчас, наверное, сотни еще авторов действуют в этой сфере. Количество публикаций там уже идет, наверное, десятки тысяч. И очень трудно выделиться. Вот Виктор Михайлович что-то удается. Он идет по пути Льва Толстого, который занимался остранением. Он смотрит на эту традицию, которая очень мощная. Она действительно сложилась под идеологическим давлением в начале советского времени. А потом у меня такое впечатление, что люди уже как-то привыкли, и они сейчас уже иск... То есть это уже не нужно на них кто-то давит, тем более сейчас точно никто не давит, но есть уже огромные инерции, которые продолжают работать. И вот Виктор Михайлович, он как раз смотрит на этот поток со стороны, и его критические замечания очень-очень интересные. Я со многими его статьями, я их цитировал в своей книге, и я хочу сказать, что он не только разоблачает мифы, он и совершает находки. Вот, кстати, статья, которая вот про Германа Пестеля, это блестящая статья, потому что все прошли мимо, а вот Виктор Михайлович нашел эту связь, и я считаю, что она во многом обоснована. И мне было интересно, я хотел вас спросить, а почему эта статья не вышла в 1984 году, почему ее, так сказать, не пропустила советская цензура. И сейчас из вашего рассказа я уже понял, что здесь было дело не в Пушкине, а дело было в том, что Герман, ну это же совсем не положительный, так сказать, образ, да? Пламенный революционер песен получается, значит, таким, в общем, да. И тут, кстати, еще один есть момент, есть работа, вот эта, ну, сейчас это у меня фамилия, из Израиля, Ахра, он писатель, он не... И он как раз рассказывает о «Мертвые души», это сюжет тоже был, так сказать, у Пушкина его получил, и там Чичиков Павел Иванович. То есть я думаю, что это тоже не случайно, то есть что получается, что как Герман, такой, ну, страстный, так сказать, игрок, да? А, значит, Чичиков это такой авантюризм, да? Ну, в общем, две ипостаси, в общем, достаточно неприглядные. Но образ Пестеля, который сложился у Пушкина, он полностью соответствует, здесь я тут, вот, вот этим двум лидерам персонажам. Почему? Потому что, когда Пушкин познакомился с Пестелем в Кишиневе, Пестель приехал туда с разведательным заданием, потому что князь Ипчелантий, не согласовав с царем, поднял, был русский генерал, поднял восстание в Аллахии, и все русское общество было уверено, что царь поддерживает это восстание, и мы придем на помощь грекам, так сказать, располагаем наших христианских всех братьев Балканского острова от Магританского игора, там, и так далее, и так далее. То есть это было общее настроение русского общества. И его разделяли те, кто находился в Кишиневе, тот же Орлов, он тоже мечтал, как он перейдет через Дуна и так далее. А что сделал Пестель? Пестель, он, вот это был такой, очень сложный человек, я всем не пянусь прочитать книжку Оксаны Ивановны Кьянской, Жизел Пестель, вот там образ Пестеля, конечно, раскрыл, это такой вот настоящий бес, то есть то, что Достоевский потом изобразил в образе бесов, так сказать, это вот типичный бес. Он решил, что если царь поддержит это восстание, то он будет популярным, а он будет популярным, значит, нельзя будет его свергнуть. Поэтому Пестель написал доносный в Силанте, он, значит, там в родственском образе, что это гитлерия греческая, это часть мирового заговора, ну, говоря со временем языком, жидомасонского такого заговора карбонариев там, и так далее, и так далее, которые хотят уничтожить все правительства во всей Европе. И царь, в общем, вы, конечно, я не могу сказать, что царь только на основании, так сказать, доклада Пестеля реагировал, но, крайне говоря, это тоже было на то решение, что царь не поддержал греческое восстание, и когда об этом узнал и Пушкин, и там Орлов, и другие, в общем, Орлов перестал вообще с Пестелем разговаривать после этого, и так далее, и так далее. Поэтому вот тот образ, который, так сказать, то, что он мог быть воплощен и в Германе, и еще и в Чичикове, я думаю, что под этим большие основания есть, потому что это соответствует тому восприятию Пестеля, которое было на Пушкин. И еще хочу пожелать вам дальнейших успехов. Спасибо.